Продолжаем наш рассказ о развитии истории в регионе побережья Черного моря Краснодарского края, в районе Лаваревского района Большого Сочи, и сегодня мы продолжаем про генуэзский период Средневековья, самая средняя часть Средневековья из всех. Расскажи, как развивалось именно генуэзское влияние в языки. Добрый день. Если вкратце изложить суть этого исторического периода. После того, как Византийская империя плавно затухала на арене, скажем так, или трансформировалась в более другую систему общественную, на арену выходит генуэзское, генуэ, скажем так. Генуэ – это в плане торговли в основном. Это были торговые и экономические интересы под обеспеченные военной мощью и экспансивными амбициями, если так можно выразиться. Они хотели везде все, везде торговать, везде иметь свои представительства. И, естественно, с такими настроениями и амбициями они, генуэзцы, стали проникать в акваторию Черного моря по старым местам, по местам того же Босфорского царства, по тем же самым остаткам городов или трансформировавшимся торговым базам. И встретили, опять же, тот же народ, только уже названный ими немного по-другому называемый. Что касается территории Сочи, побережья, района территории Сочи, то генуэзцы здесь оставили тоже некие следы. Эти следы можно увидеть во всех долинах практически. Это произошло после 1200-х годов. Следы эти представляют из себя опорные пункты, некие опорные пункты. Назначение их можно трактовать по-разному. Эти опорные пункты представляют из себя некие сооружения в виде сухой кладки. То есть обломочный материал, камни, которые находились на этих территориях, из них сооружались стены, сооружения. Сухая кладка, без применения раствора, без ничего. Некие дозорные пункты, я не знаю, как их можно назвать. Они есть в долине Аше, они есть в долине Шахе, Они есть в долине Дагамыс, особенно по Шахе вдоль тропы, которая всегда использовалась в древности со стороны побережья. Сооружения, эти опорные пункты, которые изготавливались на скорую руку, они, скорее всего, предназначались для охраны, может быть, неких торговых путей, скажем так. Торговые пути, например, если взять долину Шахе, то в районе Салахаула, Салахаул, верхнего Салахаула, есть рядом со слиянием реки Бзыч и Шахе, на одном из отрогов, находится именно такое сооружение. Если подойти к этому сооружению, в зимний период, когда нет листьев, то прекрасно видно, наблюдается практически трехкилометровый промежуток долины и окружающих территорий. Это говорит о том, что были трудности, скажем так, для передвижения или еще каких-то вариантов. И вот генуэзцы, так же, как и их предшественники, не имея возможности склонить население к выполнению неких их потребностей или задач, они подходили к этому со свойственной им, скажем так, изобретательностью. С помощью правящей верхушки, даже не правящей верхушки, с помощью мощных, самых мощных родов, скорее всего, там происходили договоренности, заключались, чтобы местное население не противилось, не разоряло эти торговые базы, всякие вот эти все эти... Да, подкуп, ну да, можно так сказать. И тем самым осуждал предметы торговли, я перечислил некоторые из них. Что касается долины Шахе и территории Сочи, это первое, самшит, древесина самшита. Самшит в изобилии росший употреблялся полностью. Население было занято его сбором, сушкой и подготовкой, так сказать. Далее, шкуры животных, в частности. Это переднеазиатский леопард, который обитал здесь в изобилии. Шкуры леопарда, они, кстати, и в более ранние периоды были популярны. Они вывозились за хорошую цену и так далее. Далее, воск и предметы пчеловодства, да, они очень ценились. Мед, воск. Далее, как пишут некоторые историки, как утверждают некоторые сегодняшние исследователи, с чем я не согласен, рабы, никакой работорговли, в том смысле, в котором она понимается вообще, здесь не существовало. Рабом человек просто так не становился. Или там ребенок, или еще кто-то. Исследователи того времени, летописцы и так далее, историки, они понимали под продажей рабов некие другие действия. Например, Если, скажем так, кто-то из убыхского рода, скажем, отправлял своих детей на обучение в тот же самый Константинополь или значительные города, скажем так, это могло трактоваться, как вывоз, скажем так, населения или как-то. Если дело касалось захвата других людей из других, скажем так, сопредельных территорий, например, как это делалось, скажем, из убыхи, военные походы некие в виде набегов совершались в сторону Апсилии. Это было по перевалам, хребтам и так далее. Такое может быть, конечно. Но из собственной среды никто не выделял, скажем так, соплеменников в качестве рабов. Это абсурд. Об этом говорить не нужно. Генуя осуществляла все эти действия, скажем так, недолгое время. И, видимо, еще пыталась повлиять католичеством, да? Да, но с католичеством там как бы тема совсем не сложилась. Они увидели перед собой, как обычно, как и все другие, кто видел. Они увидели перед собой людей, самодостаточных в своих вере, в своих убеждениях, которые только по добру воспринимали что-то, но не в качестве нажима и силы. Поэтому уверен, что они акцентировали свое внимание только на быстром вывозе материальных ресурсов. Выгодно. Не более того. Далее рынки поменялись. Венеция, венецианское влияние, так сказать. Они, Генуя и Венеция, разрешили свои вопросы военным путем. Поделили, опять же, торговые базы, если говорить уже человеческим языком. И эти базы, они были привязаны. Те сословия и группы, которые были завязаны на эти интересы, они перешли от одного к другому. Разрешили все проблемы. И снова торговля, торговцы, купцы обратили внимание неусыпное снова на побережье, в частности, на эту территорию. И опять же продолжилась торговля. Хочу отметить, что в это время имеет место уже плотный вывоз железа с побережья отсюда. Железоплавильное производство здесь было немало. Следы эти есть. Их можно изучить, увидеть. Никаких проблем с этим не существует совершенно. Потом, для тех, кто... Пояснение небольшие дам в конце. Для тех, кто думает, что все, что знали и имели адыги, зихи, убыхи, привозилось извне, с каких-то мощных развитых центров, недоразвитые территории, это большая ошибка. Центр цветной металлургии, в частности, по долине Шехе, находится урочище Бабук-Аул. Это фамильное название, это этноним. Бабук звучит дословно Бабук-Ко в конце слова, звук своеобразный. Бабук – это убыхский род, мощный, кстати, который ведет свое начало еще, как в сказке, с незапамятных времен. Русифицированный Бабуков. Да, Бабуков, теперь оно звучит. Приезжали представители из Кабарды, один из них говорит, я из рода Бабук, я хотел, вернее, не то, что хотел, он хотел посмотреть это место. Я сказал, это не так просто, вы пожилой человек. Теперь урочище Бабук-Аул представляет из себя заброшенное, запустелое место, которое называется отделение, западное отделение Кавказского заповедника. И вот там этот род, эти семейства добывали серебро, свинец, медь, золото, железо. Когда советские геологи проводили исследование по западному Кавказу насчет рудных элементов, природных ресурсов, которые можно использовать для нужд советской власти в 64-м году, после войны уже, там геологи находили медные чушки в заброшенных, оставленных родом Бабуковых, оставленных в медиплавильных печах. Чушки в среднем весе 24 килограмма, вы можете это найти в архивных записях, протоколах, все это есть. Серебряный рудник рода Бабуковых находится под горой Марко-Пашка, называется Магрикошка, так оно звучит сейчас. Название несуразное, смешное, конечно, оно звучит четко. Марко-Пашка, что значит Марко, это ягода, Пашка, это гора. То есть, гора, полная ягодь, черники, в частности. Там находится, она обозначена на картах того периода, сейчас эти карты не знаю, где можно найти. Серебряно-свинцовые, галенит плюс, это же, геологи все это увидели, все застолбили, промышленного значения они не имеют, но это серебро, это медь, она весьма была популярна, хватало для нужд долины и сопредельных частей, для производства посуды, сплавов, фурнитуры для одежды, скажем так, и прочих, и прочих всевозможных изделий. И вот, подытоживая этот период, эту беседу, я хочу сказать, что период, скажем так, Генуи и Венеции закончился в 1453 году, когда Константинополь великий был захвачен турками. И отныне он стал мусульманским, исламским центром, которым и остается и поныне. Но адыги, как знали дорогу туда, мягко говоря, как имели связи там, в том числе и родственные, и какие угодно, испокон веков, так и оставались привязанными к этим местам. Чисто номинально, экономически были привязаны до последнего времени. И на этом эти три беседы можно подытожить. Ну, я думаю, вот, все мы прошлись по обозначенному периоду, да, Господьского царства до конца периода Генуи и прихода Османской империи, которая полностью сменила вот эту эпоху, в общем, на территории Зихии, Черкесии. Я думаю, в будущем будут у нас еще отдельные интересные выпуски по каким-то проявленным темам, о которых мы поговорим позже. Вам, моих зрителей, я предлагаю обсудить, оценить, высказать ваши комментарии, пожелания, на тему, может быть, что-то еще хотелось бы подробнее услышать. И, в принципе, наверное, на этом все, комментируйте, делитесь с друзьями, ставьте лайки, рассказывайте друзьям о этих интересных вещах, и привлекайте, в общем, внимания людей к истории региона. Спасибо, Владимир, за интервью. Пожалуйста, всегда рады. И до новых встреч. Всем пока.